Девочка-пай Готово. Хорошо, Виктория, мы тебя проверили, ты чистая, заправили энергиями. И сейчас будем приглашать твоего куратора в эту комнату диагностики. И я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти к куратору Виктории. И снова здрасте, приветствую всех в этой комнате. Мы приветствуем вас, уважаемый Арис, рады вас видеть снова, приветствовать в нашей комнате диагностики. Как всегда, приятная обстановка. Обстановка. Без изменений у нас всегда так. Наполненная энергиями чистоты и света. Абсолютно верно. Надеюсь, вы получаете удовольствие, когда здесь присутствует. Уважаемый Арис, у нас 10 вопросов к вам от вашей подопечной Виктории, которая созрела задать своему куратору 10 вопросов. Я отвечу тебе. Я не получаю дискомфорт, а это главное. Ты не представляешь, что чувствуют другие кураторы, стучась к своим подопечным. Ваша атмосфера идеальна. Мы часто слышим эту проблематику от почти всех цивилизаций. Я, честно говоря, ее не совсем понимаю. Но я знаю то, что общение со своим подопечным с глазу на глаз, это буквально недавно появилось. До этого было общение, как и в общем везде, телепатически. Это правильно? Или есть какие-то нюансы свои? Это правильно. Телепатически. Есть другие каналы, скажем так. Конечно, конечно. Хорошо, Арис. Это не является темой нашей встречи. Я перехожу туда к приветствиям. Я приветствую тебя, мой дорогой друг Арис. Я очень взволнованна. Моя душа трепещет во мне при мысли о нашей встрече. Первый вопрос. Все ли я делаю правильно при сбросе негатива, закачке энергиями, меркаба, прочтении манифеста? Какие бы ты мог дать мне советы на эту тему? Вопросы осознанной души. Прекрасный вопрос. Согласен. Но я отвечу примером. То, как ты это делаешь, расставляя руки, сгибая их в локтях, представляешь энергии и получаешь их, успокаиваясь внутри. Это мелочь, на которую ты не обращаешь внимания, но не сопутствует твоему расслаблению и наслаждению. Старайся визуализировать энергию, которая идет в каждую свою чакру. Визуализацией ты развиваешь свои способности, больше и больше не замечая этого. Тебе становится проще и доступней закачка энергиями. Информация открывается. Получая новую информацию, ты начинаешь визуализировать ее, и тебе идут картинки. То, как ты заполняешься энергиями и поднимаешь вибрацию, устанавливаешь, активируешь меркабл, сбрасываешь негатив. И твое чистое биополе говорит само за себя. Благодарю вас, уважаемый Арис, за этот развернутый ответ. Я бы хотела добавить еще по поводу получения энергии, свое состояние, как это называть, позу для получения энергии, самую благодатную. Ты сама видишь, и я описал, я могу лишь добавить, что в это время ты можешь включить спокойную, ненавязчивую музыку, которая не будет мешать тебе, а лишь расслабит тебя. Благодарю. Благодарю вас, уважаемый Арис. Второй вопрос. Расскажи, пожалуйста, понятным мне языком, как я могу выходить с тобой на связь для общения, и какие знаки для этого ты мне посылаешь? Я не посылаю знаки для общения, я посылаю знаки для развития. Эти знаки ты должна чувствовать своей душой. Это и есть развитие, интуиция развития своей внутренней силы. Если я тебе скажу, какие это знаки развития не произойдет, связь со мной очень проста. Короткий вопрос, короткий ответ. Начни с таких вопросов, на которые можно ответить «да, нет». Первый же ответ, который придет от меня, будет правильным. Но здесь одно «но». Ты должна быть полностью расслаблена, иначе твой мозг будет постоянно менять ответ, и ты будешь в напряжении и непонятии. Именно поэтому возник твой вопрос. Сядь или встань, как мы уже описали раньше, расставив руки в локтях по сторонам. Постарайся представить эти энергии, успокоить мозг. Подыши, может, даже пощепитай, успокаивая себя. Не жди ожидания или ответа. Расслабься и будь в себе внутри. Разговаривая со мной, будь внутри себя. В груди, там, где твой стержень, не в голове. Думай о своем душе, о своем вопросе. Ответ придет сам собой. Только в таком расслабленном и успокоенном состоянии ты сможешь получить правильный ответ. И связаться со мной. Благодарю. И еще важно, не анализировать. Это мы от себя добавим. Благодарю вас, уважаемый Арис. Не анализировать можно только, когда в состоянии спокойствия. Это то, о чем я говорю. Не жди и не ожидай. Никакого ожидания, состояние безмыслия. Замечательно. Благодарю, уважаемый Арис. Вы закончили или хотели добавить? Я лишь хочу добавить, что ты очень близко к этому состоянию. Практикуй дальше. Отлично. Приятно видеть, когда человек на правильном пути душа. Третий вопрос. Мне понравилась техника работы с дисками. Я уже использую ее для укрепления вишудхи. Расскажи поподробнее о принципе и нюансах этой техники. Принцип простой. Ты добавляешь вибрации. Вибрации крутятся, отгоняя от себя низкие частоты и зажигая их, в том числе негатив, направленный в твою сторону. Чем выше вибрации, тем притягательнее ты для низких частот. Но у них нет сил приблизиться и подойти к тебе. Они хотели бы пользоваться твоими энергиями. Но вибрируя, ты отгоняешь их. Идет раздражение. И в этом случае сильнее ты. Раздражаются они. Это и есть весь принцип. Поэтому мы говорим, не опускайте вибрации. Благодарю. Благодарю вас, уважаемый Арис. Перехожу к следующему вопросу. Четвертый. Ты знаешь, что у меня очень строптивый и импульсивный характер. И сейчас моя главная задача обрести и удержать гармонию. Какие бы ты мог дать мне советы по этому поводу или же практики, возможно? Я уже говорила раньше о практике дыхания. Сегодня я упомянула щетку. Старайся считать, как ты чувствуешь, что твой импульс идет в сторону ребенка. Или какого-то человека, прежде чем реагировать или сорваться. Считай. Посчитав до девяти, ты уже изменишь свою реакцию. Если же не хватает девяти, считай еще раз. И еще раз. Таким путем ты успокоишься и поймешь, что твоя реакция была бессмысленна и ущербна для тебя. Сохранившись спокойствие, твоя душа возрадуется и осознание расширится. Ты почувствуешь другие границы, расширенные. Благодарю. Благодарю вас, Арис, за этот ответ. Пятый вопрос. Арис, ты прекрасно знаешь мою нынешнюю цель. Она связана с Арго. Так совпало, что идя к ней, я совмещаю приятное с полезным. Правильно ли я понимаю? Моя цель была когда-то моей душой запланирована. И все ли у меня получится? Все ли у тебя получится будет зависеть от тебя и от твоих дальнейших поступков, развитию, интересу, осознанию. Отвечая на первую половину вопроса, я лишь скажу, что твоя душа, спускаясь на землю, как и душа любая другая, проходит процесс осознания. Твоё осознание идёт через этот путь, понятный и доступный тебе. Я не могу сказать, что ты планировала что-то конкретное, но тот свет, который ты видишь, тебе знаком, и ты идёшь туда. И это правильно. Каждый находит свой свет или темноту. Ты находишь, ты нашла то, что тебе понятно, приятно. И то, что выведет тебя на другой уровень знакомства с другими людьми, повышает твою осознанность, вибрации, интерес, а также знания и уровень развития. Благодарю. Благодарю, Арис. Шестой вопрос. Мой друг. Хочу ещё добавить секунду. Я лишь хотела добавить, что всё это – большая трансформация для тебя. Оглядываясь назад, ты будешь смеяться своим вопросом. Но это требует сил, энергии, развития. И работы. И работы над собой. Благодарю. Благодарю вас, Арис. Шестой вопрос. Мой друг, скажи, пожалуйста, по поводу моего здоровья, на что мне следует обратить внимание? Печень, горло, женские органы. Вы закончили? Да. Благодарю вас. Седьмой вопрос. Расскажи, пожалуйста, о самом ярком и плодотворном воплощении. Мы понимаем, вы куратор на эту жизнь. Может, вы посмотрите в архивах? Я, конечно, посмотрю в архивах. Но я возьму любую жизнь. Так как любое воплощение яркое и плодотворное. Например, воплощение, которое ты проходишь сейчас. В твоем возрасте ты успела достаточно много. И ты увидела разные аспекты. Я бы сказала, уровни, с которых ты поднимаешься, несмотря на что. И продвигаешь своих деток, которые твои учителя. Разве же это не плодотворное воплощение? Идти к свету и вести других за собой. Но я посмотрю другие воплощения, чтобы удовлетворить твое любопытство. Нельзя недооценивать себя. Это я хотела сказать своим вступлением к ответу на этот вопрос. А сейчас я посмотрю архив. Очень интересная жизнь. Узнаю тебя. Это персидская версия. Ты была женщиной, приближенной ко дворцу. Но приближенная ты была, чтобы шпионить для другой страны. Европейской страны. Какие-то года были? 1530 год. Ух ты, средние века. Понятно. Благодарю вас. Какой опыт она взяла из той жизни? Манипулирование людьми. Хорошо. Тоже опыт. Я объясню. Пожалуйста. Твое сердце горело. И ты четко верила, что эти сведения помогут твоей стране. Все, что ты делала, ты делала от своего сердца. Не со зла. По убеждению. По убеждению. И, как я уже сказал, четко верю в эту идею. Это не так просто шпионить и находиться на территории оппонента, враждебного тебе. Это надо быть большим патриотом. Соблазняя своими чарами и играя, как кошка с мышкой. Для этого должен быть сильный стержень. Это то, что я хотела сказать. Манипулировать людьми, не причиняя им боль. Я бы называл это быть выше их. Подводить людей к той ситуации, которая ей была бы выгодна без причинения каких-то болей или негативных последствий, можно так сказать. Это искусство. Именно так. Благодарю. Углажняя, ты узнавала дальнейшие действия и передавала своей стране, как я уже сказал, из великих убеждений. Отлично. Храброе сердце. Я бы так это назвал. Но это надо иметь, безусловно, храброе сердце, идти к врагу и заниматься такой деятельностью, за которую в те годы никто особо и недолго не думая, уже повесили или отрубили голову. Было много предателей в те времена. Конечно. Конечно. Благодарю, Арис. Очень интересно. Если мы здесь закончили или вы хотели добавить что-то. Закончили. Тогда идем дальше. Восьмой вопрос. Связан ли мой потенциал с работой и помощью людям и как мне его развивать? Сам потенциал связан. Развивать нужно себя и свой стержень, укрепляя его. Как я уже сказал, помочь людям можно только тогда, когда ты знаешь защиту и имеешь крепкий стержень внутри себя. Начни помогать своей семье. Когда ты увидишь, что все вокруг тебя меняется, это будет знаком, что ты можешь продолжать дальше. Я лишь хочу добавить, что это не мешает тебе обучаться. Я говорю про ожидания изменений. Развиваясь, ты развиваешь всех вокруг себя. Сейчас у тебя есть еще недовольство собой. Я бы хотела, чтобы ты обратила внимание и научилась балансировать между недовольством и эгоизмом. Ты должна понимать себя и давать себе, разрешать себе слабость. Ты не можешь знать его, но ты стоишь на правильном пути к свету и развитию. Уважай себя и свой путь. Благодарю. Благодарю вас, Арис. Девятый вопрос. Стержень и крылья – это главные силы Ангела. Расскажи, пожалуйста, как мне их развивать и пользоваться их скрытыми возможностями. Это хороший вопрос, но стержень и крылья, они мало что значат на Земле. Стержень и крылья развиваются вместе с другими возможностями пользоваться этими крыльями в переходном состоянии и посещать другие места. Ты не умеешь пока делать этого. Поэтому крыльями ты можешь на Земле защищать своих детей, оберегать их. Что касается стержня, это твой дух. Чем сильнее твой дух, тем шире твои биополя, а вибрации сильнее. Но это не значит, что ты должна увеличивать вибрации. Это значит, что твой дух будет расширяться в процессе обучения и получения знания. Ты уже можешь видеть разницу в себе. Твой стержень был совсем тонкий и неактивированный еще несколько месяцев назад. На сегодняшний день он окреп и светится так же, как ты сама, научившись защищать себя и свои биополя. Дальнейшее развитие будет расширять свой стержень. Самое главное здесь – спокойствие, как я уже сказала, баланс, эмоции. Если ты будешь в балансе внутри, все негативные эмоции, действия вокруг тебя, касающиеся, не касающиеся тебя, будут отскакивать от тебя, не повреждают твой стержень, если ты не запустишь своими эмоциями огорчения их внутрь. Для этого нужно спокойствие и холодный разум, которого нужно добиваться практиками, которые мы уже обговорили выше. Благодарю. Благодарю вас, Арис. Десятый вопрос, последний. «Расскажи побольше мне о моей ангельской душе, все, что ты знаешь про нее. Мне бы очень хотелось узнать о душе побольше, ведь я всегда чувствовал ее свет внутри себя, и я счастлива осознавать, что я ангел». Это обширный вопрос, и я бы сказал, обтекаемый. Это общий вопрос. «Да. Мне нужно конкретно. Что тебя интересует? Я отвечу на этот вопрос. Рассказать о твоей ангельской душе. Я уже рассказала про прошлую жизнь, и ты, наверное, больше поймешь, чем я. Свои чувства, которые ты пережила в прошлой жизни, вспомнишь и добавишь их частичкой к своей ангельской душе, как знания и опыт, которые наполнят тебя воспоминаниями и укрепят твой опыт и вернется к тебе. Твое храброе сердце зажгется благодаря этим воспоминаниям. Благодарю». «Благодарю, Арис. У меня остались заключительные слова, Виктория. «Я благодарю тебя, мой дорогой друг, за поддержку, которую ты мне оказываешь. Я до сих пор не могу поверить своему счастью, что в тот вечер год назад ты обратил мое внимание на видео Влада и Веры. Этот вечер стал судьбоносным для меня, ведь с него все началось. Посылаю тебе свою любовь и благодарность». «Это очень приятно, получать любовь и благодарность». «Не могу с вами не согласиться, уважаемый Арис. У нас нашу добрую традицию вы знаете. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, самыми спелыми и сочными ягодами, которые есть на земле. И мы просим уважаемого куратора Ариса принять этот скромный подарок в знак благодарности за эту приятную встречу, которую мы сегодня испытали, за его ответы и просто на добрые воспоминания». «Я благодарю вас за эту встречу, за прекрасный подарок. И я бы хотела добавить по последнему вопросу. Я уже сказала, отвечая на предыдущие вопросы, что тебе нужно найти баланс внутри себя. Для ангельской души, для любой ангельской души, есть холодное и горячее, черное и белое, плохое, хорошее и так далее. Поэтому для любого ангела найти середину и балансировать – это очень важно. Иначе мы можем как слететь вниз, так и подняться вверх. Самое главное – это найти, найти, как я уже говорил выше, уважай себя и не недооценивай себя. У всех бывают взлеты и падения. Найдя эту золотую середину, ты найдешь баланс внутри себя. И ты почувствуешь, как спокойно и безмятежно внутри тебя. Все вопросы будут отвечены. Это очень важно для ангела, для любой ангельской души. Благодарю. Благодарю вас, Арис. Очень был рад нашей встрече. Традиционно мы не прощаемся. Передавайте, пожалуйста, привет ангельскому миру от нас. Мы всем кураторам рады, которые достучатся. С великим удовольствием. Замечательно, замечательно. А свою работу мы сделаем и откроем эти двери. Мне, честно говоря, очень было приятно эти вопросы читать, потому что мы читаем много вопросов, но здесь были вопросы осознанной души, находящейся в поиске. И я заметил эту разницу. Я помню, как мы с Викторией познакомились год назад и где она сейчас. И действительно прямо аж гордишься за нее. Какая она молодец, что она правильно поступила и идет, и исследует, и не останавливается. Вот что важно. И, конечно, с вашей поддержкой, Арис, я уверен, скоро она еще выше поднимется. Я желаю ей этого. Благодарю. Хорошо. Мы закончили. Все умное и лучшего. До скорых встреч, Арис. И рассинхронизируйся, Верочка. Готова. Виктория, мы закончили встречу с Арисом, вашим куратором. Вы довольны? Вопросы остались? Я просто поражаюсь, как все связано. Я очень рада ответам. Для меня это очень-очень глубокие знания. Благодарю вас. Ну, Арис давал еще замечательные ответы. Вы очень развернутые. И с этой стороны у вас замечательный куратор. Продолжайте. Делайте то, что вы делаете. Занимаетесь. Развиваетесь. И все у вас будет хорошо. А сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему Биоробот Душа. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Виктории в систему Биоробот Душа. Заводим. Подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим Биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта и поднимайся в свою комнату диагностики. Пошел, пойдем. Субтитры создавал DimaTorzok